Оператор Андрей Макаров, спасибо ему за то, что он держит телефон. Меня зовут Адам Анастас, мы приехали в город Усолье, это на правом берегу. Здесь подходит к концу ярмарка народная, сюда приехали торговцы со всего края. Что же я здесь хочу узнать на этой ярмарке? Я ходил в центр занятости и боялся устроиться на работу, потому что хотел свой бизнес открыть. А здесь торговцы, они, получается, своим делом занимаются и зарабатывают деньги не на работе, а продавая свои товары. Поэтому я взял с собой ватман и маркер, попробуем что-нибудь продать, как я писал, хотя бы раздать деньги. Один рубль за два, самое лучшее приложение, выгоднее всего. Я думаю, все согласятся и поучаствуют со мной в сделке. Здесь еще проходит чистый квартал, каждый житель может привезти бытовые отходы, пищевые отходы и сдать их в контейнеры. Бумага, пластик, металл и стекло. Ярмарка работает с 10 утра до 7 вечера. Сейчас уже ближе к 5, уже мало кто остался, поэтому приходите с утра с 10 до 12. Мне очень страшно так писать что-то и выходить, стоять со своим приложением, типа 2 рубля за как-то. Пойдем, спросим у этих продавцов, почему они не пошли на работу, а вот пошли торговать на площадь. Пойдем. Давай, кто там насвободен? Что-то все уже разошлись. Ну, пошли вон там, к первому подойдем. Здравствуйте. А можно с вами познакомиться? А подскажите, пожалуйста, почему вот вы решили торговать, а не пойти на работу куда-то, на дядю? Как, почему торговать? Занимаюсь этим очень давно. Ну, у вас выбор стоял, пойти на работу обычную, либо вот пойти свое дело открыть? У меня есть отдел. Нет, свои. Свою предпринимательство, есть отдел на центральном рынке. Нет, а до этого вы работали это по найму на кого-то? По найму работать не выгоднее. Это было очень давно, в ателье я работала. А как это произошло, что вы решили все-таки свое дело открыть? Сейчас закончила университет на психолога, на педагога. Нет, ну вот я сейчас в центре занятости нахожусь, я боюсь это пойти торговать что-то там. Это страшно как-то стоять вот с плакатом, там что-то предлагать. Вот вам как? Это же не каждый может. Не каждый может? Не каждый. В мой бизнес обратитесь, они вам помогут. В мой бизнес? Да. Ну, не знаю, я то с этим давно занимаюсь, очень давно. Не помните уже, да? На сколько лет? Ну, где-то с 90-го года. 90-го года? Нет. Ну и как? Стоит ли идти сейчас вот в бизнес, либо все-таки пойти на работу устроиться, как вы думаете? Для всех по-разному. Абсолютно по-разному. То есть кто-то бизнесом занимается может, а кто-то работает. Кто-то может только под руководителем ходить, а кто-то может сам вести дело. Поэтому все люди разные. Как это узнать, не знаете? Ну, вы же ведь тоже не торговать пошли, а пошли снимать интервью. Почему? Почему? Сложный вопрос, да? Конечно, сложно. Я вам не говорю, что люди есть, которые не могут брать на себя ответственность. Они идут не торговать, а работать куда-то на предприятии. Только потому, что они не могут принять на себя какую-то ответственность. А человек, который может принять на себя ответственность, он это занимается. То есть надо, помимо этого, контакты с людьми иметь, разговаривать уметь. Так, ну самое главное, вы сказали, что это надо взять на себя ответственность за что? За свою жизнь или за что? Взять ответственность. Ну, если, допустим, разложить вот эту ярмарку, да, по полочкам, то есть ты едешь куда-то там, мы из другого города, да, едешь. То есть ты везешь, допустим, людей, ты ответственный за него, ты берешь на себя обязанности, что тебе надо отработать ярмарку, отработать аренду, дорогу. Аренду. То есть расходы? Расходы. А как? Человек, который идет, он знает, к руководителю, допустим, в магазин, идет, работает, он знает, что он получит, допустим, определенную зарплату, да? Он знает, что он это получит. И он доволен этим. То есть много всяких критериев, которые влияют на то, что пойти либо туда, либо сюда. Потом надо уметь чувствовать, какой товар нужен людям, кому какой нужен. Все люди раз. А что вы предлагаете сегодня людям? Сегодня я людям предлагаю сумочки складные, то есть они очень нужны. Они в маленькую сумку входят. Это производство Белоруссия. В прямые поставки у нас сюда оригинальная ткань идет. Такой ткани вообще очень сложно найти. Сейчас пока немножко закрыто. Потом я предлагаю льняные носки. Льняные носки это Льняная, Белоруссия. Вот, простите. В Белоруссия. То есть это как раз в тему этой ярмарки, сад. Сад, тема сад, да? Да, конечно. Как вам такая сумочка, вы скажите? Вот такая вот кошелек. Да, она складывается в большую сумку. Нет, она красивая, но она не практичная. Как это не практичная? Это очень практично. Во-первых, я вам объясню. Ладно, спасибо. Ну и куда если что-то сложите, она у вас вот такая вот будет. Там надо объемное писать. Вот это. А я о другом. Я говорю о том, что это ткань практичная. Ладно, спасибо большое за интервью. А куда вы? Я сама из Перми. Ближайшая ярмарка будет со 2 по 7 июня. Это шоссе космонавтов 59, Пермская ярмарка. Приходите туда. Там будет, да? Да, там будет в рамках регионы России ярмарки. Мы там будем участвовать. Мы постоянно участвуем. Это где-то с 2011 года. 2011 года. То есть нас очень многие знают. Вот эти сумочки знают оригинальные. А кто делает эти сумочки? Такие сумочки делает Белоруссия. Ага, Белоруссия. Белоруссия, да. Эти Москва. Все понятно. Спасибо большое. Вот это в руках. Оригинальная сумочка. Она вот такая маленькая. И вы ее открываете. Космичка. И тоже получается сумочка. Сколько такая стоит сумка? Космичка. Космичка. 350 стоит сумочек. Ага. Класс. Мастер-ру. Да, в Майами 3, тут у меня. Нарисована медовая сила персиковая. Просто курненьким топ. Ага, все. Там дальше виноград, смотри. Так, ну успели познакомиться с одной женщиной. Она предприниматель, занимается с 90-х годов. Больше... Ну, Костолим я просто постеснялся подойти. Это так страшно подходить кому-то. Без плаката даже. Ну вот плакат, это был как микрофон. Вот. Итоги давайте подведем. Что делать? Идти на работу? Либо идти в свое дело? Все зависит от того, готовы ли брать ответственность на себя за свою жизнь и за те расходы, которые у вас сейчас есть на данный момент. Если вы не готовы их обеспечивать, идите к дяде. Он вам будет покрывать ваши расходы, а вы будете ему выполнять то, что вы не хотите. Вот такой вот итог. Поэтому, кто хочет сам делать то, что он хочет и работать на себя, планируйте все. Планируйте свои расходы, главное. И подписывайтесь на канал Атаманов Стас, оператор Андрей Макаров. Ставьте лайк, пишите комментарии и пишите колокольчики. Пока. У меня вообще-то страшно такое, что подходить к людям еще. Ну ладно, короче, пошли. Не получилось записать в нормальном виде. Ну ладно, в следующий раз еще что-нибудь запишем.